И у нас, как и традиционно так сложилось по субботам, открывает свои двери краевой клуб знакомств. Сегодня у нас есть гость, и он же герой, его зовут Евгений. Евгений, доброе утро, сейчас мы вас попытаем немножко, кого же вы ищете. Ну, начнем... Начнем с вас, сначала представьтесь, да, кем вы работаете, чем занимаетесь в свободное время. Евгений, работаю в сфере торговли, определенные должности назвать не могу, так как совмещаю несколько, занимаемся мы кондитерскими изделиями. Ну, есть что поесть. А сколько вам лет, Евгений? 28. 28 человек. Хорошо, ну расскажите, работа, работай, бог с ней. А расскажите, чем занимаетесь в свободное время? Свободное время. Хобби есть, увлечения какие-нибудь? Особо просто времени не хватает. Ах, вот так, время в работе, поэтому, видимо, до сих пор не нашел вторую половинку. Ну вот, давайте тебе про нее. Как она, какой она должна быть? Ну, я как бы не то, что ищу именно вторую половинку, и все-таки ищу больше интересные знакомства. А, вот так. Ну да. Ну, готовы знакомства развивать все-таки в серьезные отношениях. Ну да. Какой, каким должен быть человек, ну, девушка, чтобы вас заинтересовать и знакомство продолжилось? Кто вам интересен? Ну, интересно, во-первых, все, конечно, девушки, как вы выразились. Ну, общительные, веселые, критерия в конечности особых нет. Вообще никаких? Так, как же так-то? Ну, бывает, что там рост, вес, цвет волос. Это хорошо, это расширяет круг. Ну, рост, ну, рост, ладно, пониже меня. Так. Это сколько вы сидите телезрителям сложно оценить? Ну, это, в общем, нормально, средний, чуть выше средний для девушки. Вес. Особого значения не имеет. Не имеет. Ладно, никто не признается, как те, кому нравятся пухленькие, правда? Блондинки. Бремятка. Блондинки. Блондинки. Вот, наконец-то, как-то определились. Теперь давайте про человеческие качества. Существуют все-таки, оказывается, параметры, да. Теперь о характере. Характер. Добрый, веселый, любящих животных обязательно. Ага, да, видимо, у вас тоже есть, видимо, у вас есть какие-то домашние животные, питомцы, за которыми нужно ухаживать. Ну, да. Кто живет? Охладает два кота, собака, рыбки. Два кота, собака. Это целое хозяйство у вас, вы еще и фермер вдобавок ко всему. Слушайте, ну, как считаете, вы человек сложный, нужен к вам какой-то специальный подход, чтобы вас зацепить? Есть какие-нибудь такие в характере? Ну, вот вы сами знаете, что вот тут надо с вами аккуратно обращаться. Да нет, не думаю. Я очень простой человек, открытый. Ну, вы домашний человек или больше такой человек, ветер, где-то гуляете постоянно? Опять же, со временем свободным сложно. В данный момент домашний, но было бы с кем. Тогда бы гулял? Да. Ну, девушка тоже, наверное, должна быть легкой на подъем, но вот она должна быть домовитой или такой же постоянно на работе? Или все-таки должна ждать дома и готовить пироги? Нет, она должна быть, наоборот, более активной, чтобы как бы и меня вытаскивать иногда. То есть инициативной должна быть? Слушайте, ну как вы тогда относитесь к тому, что, например, вас девушка сама пригласит на первое свидание? Ну, почему бы и нет? А если это будет первое свидание, прыжок с парашютом, пойдете? Вот, кстати, с парашютом, а в этом году и хочу прыгнуть. Угадал, Игорь. Ну, это же вообще хорошо. Вот выстрелил в небо, попал в десятку. Во-первых, угадал, во-вторых, подсказал, чем можно заинтересовать Евгения. Ну, а вот вы чем бы могли девушку заинтересовать? Как бы вы организовали свидание, вот если девушка вам понравилась, как бы впечатлили человека? О, как. Сложный вопрос. Ну, стихи, танец, может быть, какой-то. Нет. Театр кабуки. Цветы. Ну, цветы это самое главное. И кондитерские изделия. Цветы из кондитерских изделий, скажем так. О, вот это да, цветы из кондитерских изделий. Итак, если вам понравился Евгений, вы знаете, где нас искать. А мы знаем, где искать Евгений. 233-11-66, телефон, это нашей редакции. Телефон, звоните. Можно нам писать ВКонтакте или на коротком номере 9020. Обозначится, что Евгений вам понравился. Мы вас свяжем, и дальше дело за вами. Главное сделать первый шакровый клуб знакомств. Работает по субботам. И он работает, в принципе, соединяя сердца. Евгений, желаем удачи.